Ну что ж, дружочки-пирожочки, всем привет, добро пожаловать на канал, посвященный игре Mobile Legends, ну и челлендж номер 30, герой номер 30 выполнен. На этот раз майку не рву, у нас будет на неё лотерейка, на эту маечку с 1-1, да, челлендж на 1-1 закончен, закончен он довольно-таки быстро. Хотел бы начать с момента, я преисполнился просто в познании, познал вечное, наверное, бесконечное, после того, как смог это сделать, там есть мат, 1-2-3, возможно, так что если слишком боишься этого, то лучше с закрытыми ушками это наблюдать. И то, и то, не знаю. Вообще, профит не, наверное, сейчас Чанэ, но Кагура поинтереснее в любом случае. Не поняли? Ещё раз. Поинтереснее в любом случае. Видали, как я способность прокачал, блядь? Я же обычно прокачиваю, как бы, первую, да? Не, ну, блядь, ну, блядь, такие действия иногда делаю, прям, ну, просто пиздец, как будто бы мне не 28, а реально ещё 16 лет. Молодой я, энергичный пацан. Это было классно. Если кто не понял, я не прокачал способность заранее, я прокачал, когда летел в меня хук и успел её прожать, чтобы сделать анти... антиконтроль. Ну, это охуенно. Это просто охуенно. Это просто, блядь, охуенно. Охуенно. Да, я сам офигел от того, что у меня просто это получилось делать. Будет лайк и обсуждение какого-то в комментариях. Но пока что у нас есть там ещё, да, нарезочка, но давайте мы разберёмся с самим героем. Потом нарезка и потом ласт катка, в общем, как и всегда строится у нас последний видос на героя. И, к сожалению, закончился этот челлендж, потому что мне очень понравилась Ван Ван. Это тот Адека, на котором, мне кажется, очень интересно играть. И те люди, которые ищут чего-то необычного. Вот Ван Ван она такая и много моментов именно необычных с ней может быть. Даже у меня за эти 116 каток случилось много интересных моментов. Кстати, смотрите, три катки я сыграл на других персонажах. То есть это две на Лейли, одну на Ми, и у меня там совсем ничего не получилось. Потому что у меня не было эскейпа нормально. То есть мне нужна лично вспышка на этих персонажах, чтобы более-менее каким-то образом на них отыгрывать. Так вот, и из этих трех игр я выиграл только одну. Ну и, в принципе, эти герои меня потянули, получается, на дно. И я сыграл на одну катку больше, к сожалению. А возможно, если бы там была какая-то серия, то и на две катки, может, больше. И потом в итоговой таблице я хотел бы, чтобы вы обратили внимание на кое-что. Быстро по поводу героя, наверное, да? Где же наш там стрелок? Что нужно знать? Что знаю я? Что мне нужно было знать для того, чтобы я сумел на этом персонаже взять мифика? Пассивная способность героя. После каждой автоатаки герой может отпрыгивать назад, либо вперед, либо вбок, выбирая направление. И вот эта вот скорость перепрыгивания зависит от вашей скорости атаки. По поводу пассивки это еще не все. Также герой после первого попадания по герою вешает вокруг цели 4 метки. Мне, кстати, думалось очень долгое время, что их 6. То есть при снятии метки ты наносишь герою в данный момент 2,5% урона. То есть, в принципе, от его хп. Если у Хилоса 10 тысяч хп, ты стреляешь по нему, появляются эти как раз-таки меточки, которые ты должен снять. Протекшн, защитки, я не знаю, как их правильнее все же называть. Ты наносишь ему, получается, 10 тысяч хп, 2,5%. Ты наносишь ему 250 урона со снятия каждой метки. То есть, в принципе, если ты начал ультовать по одной цели, потом переключился на Хилоса и вокруг него пролетел, снял 4 метки. Ты наносишь ему дополнительные 1000 урона. Скоро будет нерв. После чего при снятии меток ты будешь наносить только 200 урона. Потому что это будет только 50 урона. Честно сказать, мне не кажется, что это супер критический нерв. На самом деле, потому что вся игра, большая часть игры, строится именно в первые 10 минут. В первые 10 минут у какой-нибудь мии 4000 хп. И снимая ей метку, ты будешь наносить ей дополнительные 100 урона. Ну, а так будешь наносить 50. Поэтому я не думаю, что это сыграет большую роль. И по поводу ультимейта очень важно. Для того, чтобы начать ультовать на 1-1, нужно снять все эти метки на цели. И это самое сложное на этом персонаже. И всегда, когда я играю какие-то челленджи, вижу, что в моей команде какая-то 1-1 с винрейтом 50. Берет этого героя и берет Лейсли Лейлу Мию, простую, на которой просто нужно стрелять. Я думаю, вот ужас. Потому что 1-1 это герой, на котором нужно уметь играть. И в этом его прелесть. Потому что чем быстрее ты научишься снимать эти метки, правильно снимать. А снимать их довольно-таки просто, учитывая эти прыжки, учитывая нашу первую способность, учитывая нашу вторую способность. Это все делается очень-очень-очень легко. Сняли метки, ультанули, полетели летать. Урон в ульте только от физатаки нашей. То есть наш физический урон, который у нас есть, вот он и стреляет его. То есть там не будут выскакивать какие-то криты на ультимейте. Это можно не проверять. Ну, первая способность, мы бросаем 3 дротика за шиворот нашему противнику. Эти дротики возвращаются назад. Если 2 дротика попадает в противника, то он будет оглушен. Это приятный бонус. Ну и чтобы снять вот ту метку, которая находится как раз-таки за спиной у нашего противника. Вторая способность, которая позволяет ван-ван носить щиток и не носить очищение, это стройное очищение в персонажа. Прожимаем вторую способность, наносим, много дротиков из нас вылетает, наносит там небольшой урон врагам окружающих нас. Также вот метки появляются, да, на противнике. Или же, если метки уже были, мы можем эти метки снять. И самое важное это очищение. Очищение просто встроенное в персонажа, ну просто кайфулечка, бамбулечка. Тот момент, который вы видели в начале, когда я уворачивался от кука, как раз-таки я делал это благодаря второй способности. Это позволяет носить щит, который дает тебе дополнительный протекшн. Герой очень тонкий и протекшн ему это точно не помешает. Ну и ультимейт, да, сняли все метки и полетели. Нас невозможно в этот момент атаковать, когда мы летаем, когда мы наносим урон. Наносим урон мы не критами, как я уже вроде как говорил. Убив одну цель, мы переключаемся на другую. Причем длительность вот этой вот атаки, именно настреливание дротиком, зависит от нашей скорости атаки. И каждый раз, когда мы забираем врага, мы продлеваем длительность нашего ультимейта. Вот говорю, как я понимаю даже, да, вот я когда-то прочитал. Я не лезу сейчас в дебри, хотя каждый раз, когда вы играете на герое, ну это настоятельно рекомендую прочитать способности, если вы хотите играть на герое хорошо. Либо просто залетать в тренировочку, упробовать и тоже читать способности. В общем, по способностям ван-ван, на самом-то деле, все. Остается только, наверное, посмотреть сборку, да, которую я использовал. Ну, качал я эмблемы стрелка. В принципе, можно было давным-давно попытаться переключиться вот на этот перк, потому что его больше топов используют. Но вообще, нужно использовать точно в цель. Но, видите, я дошел вот с самым первым талантом. Возможно, такой мини-эксперимент от меня. Можно ли дойти с 20 уровнем эмблем типа, да, до мифика? Видимо, можно. Но надо было попробовать мне второй перк, потому что некоторые топы как раз-таки использовали его. А первый талант практически никто не использовал. Потому что предметов на физ. урон не так уж и много. Хотя какие-то предметы добавляют физ. урон. И почему бы не использовать как раз-таки первый перк? Мне понравилось с ним играть, наверное, коли мне понравилось играть на ван-ван. Я, конечно, всегда бомблюсь. Если вы скажете, да ты бомбил. Я бомблю всегда, ребят. Абсолютно всегда. Любой челлендж, какой бы он простой ни был, я люблю выигрывать. А выигрывать всегда не получается. И когда я проигрываю, я очень сильно расстраиваюсь. Поехали дальше. Боевое изглинание. Я всегда таскал щиток. Что можно было еще взять? Что мне там еще советовали? Ну, я не знаю. Можно взять возмездие. Если у вас два АДК. И он такой. Я тоже хочу стоять. Играть вообще-то на золоте. Такой. Ну, играй на золоте. Пойду я тогда забирать лес. Взять возмездие. Я играл на щитке. Другого ничего даже советовать не могу. Я играл на линии золота. Начиная, наверное, только... На постоянной основе пытался туда идти. Начиная только с какого-нибудь Эпика 2. Один. До этого мне было по барабану. Я шел на боковой лайн. На любой. На котором свободно. То есть, если это линия опыта. Окей. Быстрее получу четверку. Быстрее ультану. Так. По снаряжению. Ну, в принципе, я в конечном результате пришел вот к этой сборке. Я могу по поводу каждого предмета вам немножко рассказать. Коса коррозии. Каждый раз, когда мы атакуем, имея этот предмет, мы замедляем нашего противника. При этом увеличивая свою скорость атаки. Постепенно работает как золотой посох в шахматах. Немножко. Но там только максимум 3-4 стака. Точно не скажу. Мяч охотника на демонах. Его еще называют. Жрут, по-моему, да? Кто жрут? Я бесконечно жру. Кстати, если ты жрешь, кушаешь. Приятного аппетита тебе, дружок, пирожок. От хп отнимаем урон. То есть, допустим, там... Причем отнимаем физически урон. Потому что вчера прям полемика какая-то была вокруг этого предмета в чате. Кто-то там говорил, что мы от хп наносим чистым уроном. Ну, брат, если бы чистым уроном от хп мы наносили каждый автоатакой от меча охотника на демонов, то мы этот предмет бы видели просто на любом герое. Мы наносим, конечно же, урон от хп от каждой нашей автоатакой. Физически. Физически. Просто урон. И на этот урон действует защита. То есть, если там у героя 100 защиты, то... Ну, вот оно. Уникальное пассивное поглощение. Базовая атака наносит 9% текущих очков здоровья цели в качестве дополнительного физического урона. Ну, по миньонам там 60. То есть, ты прикинь, хиллс, ты подлетаешь. У него там 10 тысяч хп. Наносишь ему тычку. То есть, 900 урона ты должен просто благодаря этому предмету внести ему. Мало того, что ты делаешь свою атаку. Допустим, там крит выскакивает, да, у тебя на 700. Плюс еще 900 должен нанести. Еще и чит. Ну, это безумие. Просто было бы это, было бы какой-то разум. Конечно, вместо этих 900 по хиллу, тут его физ защиты и там какой-нибудь шиповка. Или кераса грубой силы по нему залетит только там 400. И ты такой, вот блин. Жаль не 900. Вот так вот это работает. Антифиз. Все-таки ветер природы. Что делает ветер природы? Появляется такая кнопочка там, да. Что делает ветер природы? Когда мы прожимаем активно ветер природы, на героях дальнего боя по нам не действует физический урон. То есть, по нам не влетает. То есть, Мия как-нибудь стреляет такая. И все, и не может нас пробить в течение двух секунд. И это очень спасает. Я собирал это практически в любой катке. Я бы не собирал только это в том случае, если бы все персонажи команды противников были маги. Это один единственный вариант. Это место физ защиты, по сути. В нашем герое, ну, единственный минус, если на Мии будет говорящий с ветром. Там вот этот вот предмет, да, который снизу. А у него там есть пассивка. Выскакивает магический урон. Но можно пробить магическим уроном. На эту атаку и крит может сработать. И мне легко сможет там и косарик, наверное, говорящим с ветром нанести. Так что может быть больно. Крылья королевы апокалипсиса. Когда у нас остается меньше, по-моему, там, скольки? Меньше 40% хп. Смотрите, увеличиваем физический вампиризм на 40%. И нас там невозможно пробить где-то. Уменьшает получаемый урон на 40%. Да, нас сложно пробивать. И вампиризм у нас. То есть крылья просто, ну, must have на любого героя, сражающегося в ближнем бою. На любого стрелка, имеющего вампиризм. Да даже не имеющий вампиризм. Значит, просто лютый предмет. Можно собирать на кого угодно. И на некоторых собирают его исключительно из-за этого вампиризма. На некоторых просто для того, чтобы пережить. То есть у тебя там Мия настреливает криты по 1000, резко начинает настреливать криты по 600. Такой, ну, неплохо. Пойдет, пойдет. Хотя бы так. Ну и антихилл вот. То есть это, в принципе, и урон, и антихилл. Антихилл, мы знаем, это минус 50% от хила любого. От вампиризма, от регенерации, от исцеления, от эстс, от кого угодно. Вот антихилл. Почти в любые катки заходит, но и урон. Если ты видишь, что там вообще никто не хилится, нет ни у кого ни вампиризма, ничего. Ну, возьми зеленку. Возьми злобный рык. Злобный рык. Вот он пробитие, да, против танков неплохо. Либо зеленка. Ну, зеленка, 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 зеленка. Так, где ты? Вот. Ну, просто много урона, по сути. Вот так вот объясняю я этот предмет. Если не хочешь лезть в дебри, просто супер много урона. По предметам вроде разобрались. Но единственное, что если там много магов, действительно То, ну прям, если там 4-3 мага Можно взять золотой метеор Если ты прям чувствуешь, что тебе не хватает Вместо королев-королевы апокалипсиса Возьми, например, тогда щит Афины Ну и все, в чем проблема Хотя есть катки, где там Харли Тот же какой-то унижительный в последнее время Он просто врывается, прокастовывается Ничего там не спасает тебя Ты не успеваешь даже от него отпрыгаться Когда он тебя подлавливает Ну Лан-Лан очень тоненький герой, надо на ней играть аккуратно Я помню, первую катку против реальных людей Там первые две были боты И потом против реальных людей Меня сразу на элитного воина поместил И я стою на лайне против Тигрила И он постоянно меня первой способностью Такой, по полу, по полу, по земле И по мне попадает И я такой, что делать вообще? Как играть? Ну, потом понял, что просто на Лан-Лан лучше не высовываться И позиционироваться грамотно Вообще, можете экспериментировать со сборками Главное, собирайте косу коррозии И меч охотника над демонов И не собирайте золотой посох Так хотят золотой посох Почему-то многие собирают Потому что, наверное, думают, что он работает как в этом Как в шахматах То есть ты там каждой атакой увеличиваешь свою скорость атаки до бесконечности И если ты на Лан-Лан сделаешь скорость атаки 3-0-0-0 То ты просто уничтожишь всех Не для этого собрать золотой посох Когда будет золотой посох На каком-нибудь герое Я вам обязательно расскажу Очень долго Я все это рассказываю Простите, ребят Слишком много информации Но я надеюсь, она будет для вас Очень сильно полезной Это такой и гайд И ласкатка И нарезка По-моему, здесь Все уже Нечего больше вам рассказывать Единственное, что не показал таблицу Если что, полноценная таблица Есть в описании Я просто вам ее так немножечко показываю А если вам интересно Супер-супер-супер То по описанию Можете посмотреть все данные В этой таблице А вот и она Так вот Эсмеральда, вы видите, вторая На самом деле это первая Потому что Позиция героя занята Ячейкой номер один Так вот Ван-Ван якобы пятая То есть четвертая И впереди нее Никого Потому что она на самом деле Занимает у нас Позицию два Занимает вторую позицию По скорости прохождения челленджа Уступив только Эсмеральде И в принципе Если бы не те катки На Ми На Лейли Которые мне пошли в минус То возможно бы Ван-Ван Действительно была единственной Занятшей второе место А так она делит эту позицию С Харитом И Гвеневрой На которых у меня получилось Тоже довольно таки быстро Так что давайте Мини нарезочка И сейчас шуточка В стиле трактора Называйте как хотите Блядь Только не натуралом Блядь Пожалуйста Давайте щиток дам А то там много урона Может прилететь Ох Манда Иван Он сейчас подохнет Такая же бессмертная была Ага И такая стала мертвой О, да рулы Ой А что это шахматы твои Как-то блядь Хреново попадают По мне не скажешь Что не так Ой Три полкил Да Да что я блядь имба Поняли блядь Они выйдут имба Я чела Очередная Сюда иди Уничтожена красота Красота на карте Нарисована Да блядь Убери свои блядь способности От меня мелочь Пузатая Пузатинг Чем занимаешься? Пузатингом да? В свободное время Сука жирная Пошел нахер На умри Блядь Тут уже мой перифарм Конечно зарешал Еще раз уничтожен Антифизиал Антифизиал Но это по сути Савага Найс Блядь Что мы не убьем это? Бессмертная ведьма А ты что блядь Стоишь смотришь Блядь Думаешь Сейчас всех блядь Переубиваешь Тут или что Блядь Прикола сейчас не выкупил В чем твоя вообще идея И смысл твоих блядь жизни Кусок ты колдышки На тебе маньячелу Блядь Подарок от Чиллстрима Трештанг Офигенный танк Офнись Хорош ГВП Убили псих Молодец Андрюшка Умеешь Умешь иногда Ну найс Размены Знаете этими Маньяками Полуманьяками Всякими Хорош Ну не самое длинное Ну что нашел То поместил Интересные моменты Ну и Ласт катка На Последнем герое На тридцатом Герое челлендж Как последний На данный момент Скоро выберем нового И будем играть Приятного просмотра Если кто-то до сих пор кушает Еще раз вам приятного Аппетита Ну и поехали Ну и теперь точно Все Мы можем переходить к карточке Так без эксперта Но зато у нас троечка Шельсвик Хольстейн И А это Польша Поморске Поморске И Шельсвик Хольстейн Найн Ихлибе Майн Либлинг Фройндлин Алина Я люблю свою Любимую подругу Алину Фейворит Фейворит Герл Ой In my In my life Че я делаю Блин Немца кусок Че ты делаешь Так Давай-ка Магия Вот это вот Вне Хогвартса Надо было сразу Магию купить Но тут я ошибся С своим Перемещением Переперепереперем Перемещение 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 Переперепереперем Перемещение Да, кстати, гранжеры Тоже напрягают Своими отпрыжками Очистками У них бывает Часто очищение На самом-то деле Ох ты, блин Нихренасе Ты подтравливаешь, брат Дай-ка крипа заберу Блин Не смог Крипа не забираешь Меньше золота дает На 30 голды Ну На 30% Хороший сыграл Нормальный Я просто тут ошибся Немножком Нет, спасибо, брат Что всегда рядом со мной Это очень важно для меня Давай, давай До души двоих Ты должен Блин Блин, гений Просто гений Мысли Хорош Шмотки не покупал Ладно, что-то я погнал Ты, милашка Серьезно, это ты? Ты так быстро поменялся? Серьезно? Серьезно, так? Ты исправился, да? Ты понял, что ты ошибся Исправился? Такое бывает? Я не думал, что такое есть Так, ладно, все Ласкатка вообще-то На секундочку Что-то слишком на расслабоне А потому что 2-0 А потому что 2-0 А потому что 2-0 2-0 Потому что 2-0 Нет, не убивай меня Ага, и тут такой Ну здравствуй, чужая милая Та, что была моей А теперь и я буду делать килл Блин, да брат Да ты че? Ну можно было оставить Как бы, ну на секундочку Не? Дай-ка тычку по-тавру Сделаем Да, пох Отступаем 1501 место По фарму Блин, нормально Заряжен на победку Вообще наизжавши Катку берем и все Чисто катку берем наизжавши Тыц, 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 тыц Тыц, 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 тыц Тыц, 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 тыц Тыц, тыц Нет, заряженная катка Заряженная Бля, ты че творишь там? Эй, Бальмонт Эй, Бальмонт Вы шо, ведетесь на один и тот же прикол сейчас? Что он использует там? Ну там очистки Там очищение Ладно, на самом деле Хиллос ушел уже Да че за херня? Хорошо Хорошо Пушечка Пушечка 6-2 Унижаем лайн Ну, блин, че-то у нас преимущества нет А потому что на других лайнах Наоборот Все очень плохо Очень плохо 1-3-0-2 2-2-0-3 2-500 на счете На счете Хананамити Помните? Хананамити Это с этого Как его зовут-то, блин? С каникул строгого режима Вообще кайфулись Кино не смотрели? Русское кино С дюжевым и белым Ой С дюжевым и безруковым Такой кайф, бля Блин, я не купил шмотку Я дебил Кто-кто? Дебил Да, да Все, по факту Дебилоид Кусок дебила Блин, не настакался, пацаны Ты чё, тикток, лезешь ко мне? Сейчас В студенную пору Я изницу вышел Спасибо Спасибо за поддержку, бро Йоу Да, ну, блин Дни бывают разные у меня Знаешь, я просто человек Который, если у него Типа, все плохо То я не буду себя вести Как клоун в этот момент То я буду себя вести Не как клоун Как клоун я себя веду сейчас Вот в чем дело Что-то у меня хейт Начал сразу в чате Обидно же все же Угу Спасибо за поддержку Угу Ну, это хорошо было Классный мук Ну, блядь Вот если мы проиграем Когда я веду со счетом 4-0-3 Ну, гацен у нас, да Вот это вот Потрясающе Без эксперта Блядь, сделал килл Надо хейтить Хейтишь их Они сразу начинают высекать Все, что видят Сто раз проверял Только начинаешь хейтить Все Уничтожение начинается Правильно, Хилос Помоги мне Тоже хорошенькая песня Горд умер У города миллиард каток Он умирает 4 тысячи каток на Горде Ой, хорош Не, я тебя буду хейтить До конца катки Гассен Серьезный подход К делу Разобрались Братан Нит хэлп Ай, нит хэлп Ну, блин Я мог уйти Я просто пытался Старк последний сбить Твою налево Смотрите, там, блин Селешка Сарер Преимущество Меч охотника Что-то вообще по урону Ну, магического, да Мы поняли, что магического там нет Поэтому антифиз вообще кстати А это, кстати, здесь, да Блин Ну, это размен должен быть По-любому товарам Потому что нам топ забирают Быстро, быстро, быстро Блин, там еще один забрали сразу же Понимаете И пошел только хилос туда Сейчас, к сожалению Не сможет Куда ты лезешь, блять Блять, хилос Ты бессмертный, сука Ну, топ на ддф Теперь Да, конечно, они Мигом Разменяли черепаху И тавр на два тавра Что еще у меня есть надежда на кого-то там На руби только есть Да, сейчас Ну и хилос адекват Ну и горд 4000 каток отыграл Должен начать играть А ну это жесть какая-то Серьезно Хорош Луисочка умерла Видели я сапог продал Это пипец Я хотел Ману продать Реген маны И продал сапог Ну блин Ну 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 Как Нужно отмену продашь Хотя бы некоторое время Чтобы там можно было отменить Там в течение пары секунд Потому что это жесть Я не Я не сбил какой-то стак Задим Чей сапог продал Все вроде хорошо И такие вот ошибки Когда эти выскакивают О, полторы тысячи лайков Спасибо, ребят, огромное Давай 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 Пацан, давайте Первый там Кастани просто И все Хорош Можно проатаковать Пытаться лорда Я не знаю Я не знаю Что я сапог продал Но это жизнь Такое тоже случается Давай еще раз Ну и что, как дела У тебя убийца, блин А? Ага Ну потому что ты бомж Вот и отступаем Конечно, мы не справимся Тут С таким, блядь, лесом Он начал же играть Да Ну ты сейчас Похричу Может еще больше Сделает Спасибо, бро Антифит Пла Да как-то надо Но как Я сейчас пока что Не знаю как У меня ошибки С сапогом Было почти Замечательно Давайте, давайте Грэнджер умер Ну я не могу Его держать, блин Ай, как обычно, блядь Пару маразматиков В команде Которые не знают Что такое лорд И как его убивать Ну типа У меня заканчивается ХП уже Хорошо, молодец Блин, халкарец Ты че Че ты Че ты там пишешь Бро У меня такая потная катка Спасибо огромное За поддержку Но это же Прикинь меня Отвлечет это Нахрена Ты забываешь Хайтить Тиму И ошибаешься Угу Я вообще не люблю Хайтить Тиму Ну мне неприятно Это делать Бля, ну 8000 Перефармить Я это проиграю Я, блядь Я, ёбнусь Попала задница Попала задница Малая Хорош Там сериоубийств ХП проседаю Хорош Я перестраховываешь Я перестраховываешь Ну, смотрите, начал играть Блядь, безунчик тот еще Помните? Е-бой Не влажат руки Широкий Побида 1600 онлайн Красота Прям самую концовочку Спасибо Спасибо Вау Не хватило Там на доп.звезду все равно Блин, е-бой Плюс 1 30 30 Я Больше героев, чем мне лет Которых я довел до мифика Мифический ранг В игре 100 матчей Ровненько за 100 побед Получилось дойти Класс Винрейт 80 Сохранил Сохрани Но отстаньте Смотрите 10,2 коэффициент 4 лайка от команды Потрясающе 76 пуша 76 Поздравляю тебя С челленджем Собака там Чет там где-то Класс Чуть-чуть только мы Больше задержались сегодня Но это победка Класс 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 Надо поменять там на мифик Блин Нормалдыр Ох Ох Вот такой вот Получилась последняя игра 30 героев челленджа С нуля до мифа В соло Ребята, огромное спасибо Чтобы досмотрели этот видеоролик до конца Подписывайтесь на канал Ставьте ваши лайки И до новых встреч Скоро выберем Ну До новых встреч Скоро выберем нового героя И я думаю впереди еще супер много интересного Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok